Ну вот, если для тонких и средних тканей, то вот это вот, видите, прижим верхнего ножа. Как усилить прижим верхнего ножа? Если ткань будет плотная и толстоватая, то он может заминать просто, не резать. И вот для этого можно усилить прижим верхнего ножа на нижний. Да, в этом случае ножи будут чуть быстрее срабатываться. Но, тем не менее, зато качество резки будет очень хорошее. Регулировка вот она. Вот здесь вот стоит у нас пружина и вот это вот направляющие. Отпускаем. Нож держим, но не сдвигаем. Упираем его, делаем упор на нижний нож его, держу. А вот эту вот пружину я беру и чуть-чуть ее подаю отверточкой туда, сжимаю пружину. Вот я ее сжал и затянул. Буквально чуть-чуть. И вот у нас уже стал нож чуть-чуть потуже прилегать к нижнему ножу. Так, лапку посмотрим. Лапка у нас здесь все нормально. Единственное, сейчас посмотрим. Вот эта вот лапка, вот эта часть, сюда на нее ложится строчка. И когда мы регулируем ширину строчки, то вот здесь вот есть, должен быть разрез. Ну, вот здесь он очень маленький. И он сдвигается вправо, вот этот хвостовик вправо, влево. Если влево, то это меньше ширина строчки будет. Если вправо, то это будет больше. Ну, и опять же, если мы здесь увеличим больше ширину стежка, то мы вот эту часть сместим вправо. И здесь в лапке будет отверстие больше. И если мы это пустим на тонкую ткань, то, соответственно, вероятность пропусков будет намного больше. Потому что ткань у нас тонкая, и она будет здесь болтаться внутри. Вот здесь как-то двояко получается. Вот этим винтом чуть отпускаем. И смещение. И в обратную сторону. Смотрите. Видите, вот. И вот уменьшается. Важен вот этот вот зазор. Вот, видите, он как открывается. Здесь на винду регулировка, и вот он двигается. Ну, мы пока поставим его на маленький. А там далее уже посмотрим, что у нас получится. Пока оставляем как есть. Потом будем уже регулировать. Так, затягиваем винт. Поднимаем лапку. Заводим. Там есть шайба. И мы заводим его под шайбу. Так, поставили и затягиваем. Выставляем лапку по игольной пластины. И еще, смотрите, так, чтобы лапка не мешала по верхнему ножу. Вот сейчас она прямо затирает, прямо щелкает по ножу. Мы и нож затупим, и это значит, нужно ее сместить чуть-чуть влево лапку. Мелочей здесь нет. Все должно быть четко. До миллиметрика. Миллиметр это даже много. Очень все механизмы должны работать четко. Ну, вот здесь вот, конечно, так и просится. Сильно узкая строчка видно по этому. По лапке даже. Сейчас нижний нож слишком далеко влево. И что прямо лапка затирает верхний нож. Этого, конечно, быть не должно. Как-то так неправильно выставлено было. Значит, будем смещать вправо нижний нож. Да, можно сместить на пару миллиметров. И там потом посмотрим по строчке. Значит, снимаю лапку. Теперь беру, откручиваю вот здесь вот внизу винт. Отпускаю. Подтягиваю на себя. Видите, уже пошел нижний нож. Подтянул пружину и чуть-чуть подал нижний нож. Ну, вот где-то так. И затягиваем. Все, вот мы сделали ширину строчки больше. Теперь также выставляем лапку, шайбочку обязательно. Вот так вот. Сейчас хорошо должно быть. Далеко-то. Нужно чуть-чуть еще подвинуть. Вот. Обускаем. Ну, вот я думаю, что хорошо все. Затянули хорошо. Попробовали. Все нормально. Все, с этим мы справились. Ну, теперь собираем крышки. И потом уже будем заправлять нитки и пробовать тонкую ткань. Берем, опускаем. Винты мы здесь не снимали. Нижний, верхний. Заводим вплотную до конца влево. Вот, смотрите, нож. Он чуть-чуть идет прямо по пластине. Если мы прожмем, вот так вот. А нет, хорошо он идет. Все, до конца ее ставим. Нужно смотреть, чтобы верхний нож, он не цеплялся по пластине. И затягиваем. Подтянули. Ставим правую пластину. Так, два винта наши. Не очень удобно эта система. Прямо. Вообще-то, по идее, надо было брать, снимать вот этот картер. Тоже не очень удобно. Удобно. Вот, есть. Где наш магнит. На отверточку магнит. И вот. Винт у нас держится. Вот так вот. Так, теперь регулирую. Пластину. Магнит можно уже убрать. Чтобы у нас вот эта пластина, она вот так вот, ровненько ложилась сюда. Затягиваем. Сначала левую сторону. И правую. И теперь ставим наш отбрасыватель. Вот так вот. А вот эту вставляем вот сюда, в направляющую. И вот теперь, вот теперь у нас могут быть проблемка. Мы подвинули, сдвинули нож. И вот, ну да, он у нас как раз впритык подходит. Но вообще у нас вот здесь вот есть регулировка еще. И мы можем вот эту вот отбрасывающую часть, можем смещать сюда вправо. Чтобы у нас нож не затирал по краю нашего отбрасывателя. Значит, здесь все тянется следом. Если мы сместили верхний и нижний нож вправо, то, соответственно, эту пластину тоже нужно сдвинуть. Вот сейчас я затяну, и мы посмотрим, будет она цеплять или нет. Я ее смещаю вправо. Ну нет, у нас как раз подходит. На этот не пришлось нам смещать. Ну это как мы уже включим машину. Мы можем включить сейчас и попробовать. Ну вот я включил. И слушаем. Все нормально. Нигде ничего не стучит. Единственное, нам нужно будет еще подтянуть ремень. Видите. Нажимаю и он проскакивает. Ремешочек нужно... Ремешочек нужно подтянуть вот здесь вот. Отпустить винты. Отпускаем здесь. И внизу. Сюда отверточку заложим. Отпустили и чуть подтянули. Все, пробуем. Видите. Начинает сразу движение и останавливается. Все отлично. Еще один небольшой моментик. Можно взять чуть-чуть маслячка. На отверточку. Буквально одну капельку. Вот. И на кромочку ножа. Чуть-чуть размазали. И у нас тогда нож будет просто мягче идти. Все прекрасно. Ну вот. Теперь смотрим. Крышечка у нас закрывается хорошо. Все. Эта крышечка закрывается. Все. На этом пока все. Будем заправлять и пробовать шить. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.